Сегодня один из федеральных телеканалов покажет последний эпизод нашумевшего сериала «Перевал Дятлова». Это уже не первая попытка экранизировать историю 60-летней давности, но, пожалуй, одна из первых удачных. По крайней мере, с художественной точки зрения. Авторы хоть и подчеркивают, что проект основан на реальных событиях, но понятно, что там многое додумано сценаристами. Сериал зрителей сразу разделил на два лагеря. Одним фильм понравился, они оценили то, как снято кино, какие приемы использованы, игра актеров. Другие, наоборот, критикуют сериал за чрезмерную мистику, мрачную картинку и как раз отход от документальных фактов. В том числе и этот сериал обсудим сегодня в нашей студии. У нас в гостях тюменский писатель, самый известный в регионе исследователь трагической истории с группой Дятлова Олег Архипов. Олег Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, наверняка уже посмотрели новый сериал, вот как он вам? Безусловно, и смотрел внимательнейшим образом, и конспектировал. Вы знаете, необходимо подчеркнуть как и слабые моменты, так и сильные. Ну, во-первых, с точки зрения документалиста, наверное, не совсем является корректным подчеркивать какие-то исторические нюансы, но все-таки я решусь и даю постоянно на эту тему комментарии. Ну, во-первых, действительно, актерский ансамбль подобран достаточно успешно. Очень большая благодарность ребятам, потому что видно их желание передать атмосферу, что это были другие люди с другим психотипом. Конечно же, честно могу подчеркнуть, что Игорь Дятлов впечатляет, имеется в виду его экранный образ. Не во всем, но, во всяком случае, фактурный актер. И, честно говоря, если бы у меня был свой проект, я бы с руками оторвал актера, который играл Георгий Кривонищенко. Очень схожий. Многие зрители, да, вот как раз-таки отмечают сходство актеров. Безусловно, да. Большая благодарность девочкам, которые играли и Люду, и Зину, хотя, честно говоря, экранный образ сильно отличается от того, скажем так, какой характер они себя представляли, какие они были в жизни, эти ребята эпохи 50-х. Но, во всяком случае, видно, что актеры стараются, не надо забывать, что они сценарный лист выполняют в жизни. Единственное, что мне хотелось подчеркнуть, это, конечно же, этюд с Юрием Юдиным. Так как мы с Юрием Юдиным дружили, я первый, кто создал биографический очерк об этом уникальном человеке, его непростой, трагической, можно сказать, судьбе. Это множество бесед влегли как раз в основу одной из моих книг. Одной из моих книг. Здесь совершенно сделан мистический уклон, якобы что-то Юра Юдин предчувствовал, якобы он ушел. И Игорь сопутствовал словами, что скажут, что нога на самом деле корни его болезни еще со школьной скамьи. Он родился в поселке Табары Свердловской области, но в 10-летнем возрасте как раз... Он родился в поселке Табары Свердловской области, но в 10-летнем возрасте он вынужден был переехать с родителями в деревню Емельяшевка. Но продолжал ходить в школу как раз в поселке Табары. И во время весенних каникул, осенних, он возвращался домой 40 километров пешком и по болотной топе. Он провалился по грудь, его продуло. То есть у него проблемы со школьного возраста. Не добавило, конечно, здоровья и выезд на сельскохозяйственные работы, на картошку, как было тогда принято. Его продуло. И практически половина первого курса Югин провел на больничной койке в медсанчасти УПИ. Там же он еще подхватил дизентерию. То есть, в принципе, достаточно малая, конечно, малопозитивная страница для молодого человека. И в начале второго курса он идет в турсекцию УПИ. Что преодолеть, как он мне рассказывал. Через боль преодолеть. И безусловно. Игося Дятлов. И все ребята знали прекрасно об этом. И когда они направлялись из поселка Вижай в 41-й квартал, его продуло. То есть они укрывались палаткой, это видно. И даже если мы посмотрим фототаблицу, когда они шли уже с 41-го квартала до 2-го Северного, Югин шел позади. Он переночевал, а потом ребята с ним простились. Это был не мистический какой-то момент. Когда мы знаем фотографию, где Люда Дубинина от прощания обнимает Югина. Она дарит Юрия оберег. Он хранил его всю жизнь. Это медвежонок. Он его так называл, хотя это, скажем так, аналог некой славянской куклы без глаз. Она подарила на прощание. Он как раз в руке это сжимал. Ведь какой драматический момент. Гораздо, на наш взгляд, более интересный. Ведь, знаете, и у Дубининой было в свое время ранение в одном из ранних походов. Она терпела и только переживала, что ребята ее вынуждены эвакуировать. То есть получается в жизни тоже присутствовала вот эта вот мистика, да? Безусловно, безусловно. И он не женился. И как его великий друг Геннадий Александрович Птицын мне лично рассказывал, он любил Дубинину. И он не мог себе это простить. Он переживал. И в 99-м году, когда вышел на пенсию, когда впервые к нему попали в руки именно результаты судебно-медицинского исследования по последней четверке погибших туристов, когда он увидел эти трамбы, они же не знали. В Свердловске нигде. Не знали. И когда он увидел эти трамбы, он, безусловно, начал собственное расследование. И когда, кстати, я пришел работать в Свердловское областное бюро судебно-медицинской экспертизы, благодарю за это специалистов и личного руководства, именно по поводу монографии собственной судмедэксперты в деле группы Дятлова, мне начальник бюроя сказал, до вас был только десятый. Десятый с большой буквы. То есть Юрий Финович, насколько мог, работал в этом направлении. И как раз те зарубки, которые он дал для моей личной исследовательской деятельности, это его заслуга. Я помню, как мы много провели, много десятков бесед в Екатеринбурге. И когда он мне напутствовал, а как оказалось, мы только потом уже слышали друг друга по телефону, он ушел весной 2013 года. Вот я должен сказать, что это трагедия всей его жизни. И, возможно, подобная экранизация будет впереди. Возвращаясь к сериалу, конечно, можно сказать, что там нет ни Свердловской области, ни Ивделя, ни как такового Свердловска, ни лица, причастных к следственным действиям. Там следствие ведут придуманные совершенно персоны. Хотя я не понимаю. Я, конечно, понял из крайней серии, из седьмой, для чего ввели судмедэксперта областного бюро, представителя антитологического отделения, чтобы она сделала вскрытие, а потом подписал Брис Алексеевич Возрожденный, только для романтической линии. Потому что в жизни это просто невозможно. Ну, какой же у нас сериал без романтической линии. Да, я это прекрасно понимаю. И, конечно, не буду комментировать эпизоды 45-го года на экране. Мистические элементы. Единственное, что, конечно, удивляет, когда в первой серии Лев Никитич Иванов, вернее, актер, который играл, в форменном мундире младшего советника юстиции, то бишь майора, это правда. В третьей серии он уже старший советник юстиции, то бишь полковник. Вот это удивляет. Темпалов, он был младшим советником юстиции тоже. Его сделали просто советником юстиции, несколько повысили. Вот такие моменты. То есть берутся какие-то зерна, а потом они обыгрываются. Но я считаю, что лица сопричастны их следственными действиями. И сами события. И та трагедия, которая была с родственниками погибших ребят. Смотрите, во всяком случае, авторы фильма, они не претендуют на то, что это документальное кино. Они говорят о том, что он снят по мотивам. И все-таки, если смотреть с документальной точки зрения, сколько вообще правды в этом сериале? Правда относительно художественного вымысла, понятие несколько, знаете, теоретическое. Но там есть некоторые моменты основанные, как, допустим, зачитывали какие-то строки из дневников ребят. Но если мы будем брать вот этот мансийский момент, он не существовал. Хотя, в принципе, был протокол допроса об отшельниках. То есть мы говорим, что есть только намеки на правду? Или мы говорим, что все-таки есть какие-то выжимки? Вы знаете, совершенно верно, Гульнара, простите. То есть это как кошмарный сон детловеда, понимаете, условно так скажем. Там есть побегушники, но никогда не было летучего отряда со стороны КГБ. Этим занимались представители воинской части 6602, базирующейся в Ивделе. Более того, я имел очень продолжительную беседу с последним командиром этой воинской части в 1996 году. Эта воинская часть была расформирована. Были отряды действительно очень сильных спортсменов. С Ивделем никто не мог соревноваться по лыжным гонкам. И представители были в этой воинской части. Они занимались... Был отряд, который занимался, еще раз говорю, поиском беглых заключенных. Действительно, были и убийства со стороны беглых заключенных. Это все непросто. Но чтобы кто-то перепутал с туристами, тем более руководители этого отряда, Алексей Чернышов, капитан, он принимал активное участие в поисковых действиях, в том числе и как командир. Опять же, можно было проверить, были ли вообще беглецы в тот год, в тот месяц. Это было проверено сразу, не было. Это было проверено сразу, да. То есть, понимаете, вот этот мистический элемент с Манси, которых играют актеры не Манси, конечно же, это обыгрывалось. Подетально каждую серию искать можно там найти десятки ляпов, безусловно. Поэтому я хочу подчеркнуть, что интерес, который вызвал этот сериал, за что большое спасибо создателю, насколько я знаю, рейтинг достаточно высокий и смотрибельный, это то, что молодая аудитория подошла к пониманию, что эпоха 50-х, она несколько иная в нашей отечественной истории, что это были другие люди. А уж увидеть ляпы, соотнести именно с документальной действительностью, тогда эти люди должны протянуть свою книгу именно к документальным источникам, к уголовному делу без номера, который уже издан. Давайте мы с вами об этом поговорим чуть позже, все-таки продолжим, да, тему о версиях. По основным версиям, которые привели к гибели группы туристов автор сценария, все-таки прошли, их, напомню нашим зрителям, несколько десятков. Есть более реалистические, есть и фантастические. Мы собрали основные, вот давайте мы их посмотрим. Инопланетная. Согласно этой версии, истинной причиной гибели группы стали огненные шары. Многие свидетели заявляют, что видели в тот вечер в небе светящиеся шары. Что-то похожее сфотографировал один из погибших туристов. Еще один поворот в этой версии напрочь лишен мистического налета. Туристов ночи погубили охотники Манси. Они восприняли как оскорбление то, что отряд остановился на ночевку в их священном месте. Правда, сами Манси позднее уверяли, что гора для них священной не является. Техногенная катастрофа. Произошел взрыв в ближнем космосе. Аварийное падение ракеты или сброс ступени ракеты-носителя. Туристов накрыло ядовитое облако, смесь газов, компонентов ракетного топлива и продуктов его сгорания. Они отравились, дышать было невозможно. В панике полуослепшие бежали вниз от очага поражения, но справиться с отравлением не смогли. Более авторитетная теория нападения зэков. Недалеко от этих мест располагается лагерь заключенных. И из лагерей совершают побеги, а тут туристы с вещами и едой. Но тут загвоздка в том, что в январе-феврале побегов из лагеря не было. Еще одна версия также техногенная. Исследователи уверяют, что в горах Урала спрятан тайный комплекс по испытанию ядерного или сверхзвукового оружия. Именно на такие испытания могли нарваться путешественники из группы Дятлова. Этим объясняется и хаотичное бегство и следы радиации на одежде. Метеорит. На деревьях были обнаружены подпалены, словно от взрывной волны. Теория о падении в окрестностях некого небесного тела не была не подтверждена, не опровергнута. Больше всего внимания уделили версии об урагане. В районе перевала наблюдаются сильные ветра до 50-70 метров в секунду. Однако эти данные опровергли климатологи. Еще одна версия связана с одним из членов команды, Семеном Золотаревым. Все дело в том, что кто-то называл его Семеном, а другие Александром. Отсюда версия, что в группе был чужак, который выдавал себя за Золотарева. Но эксперты заключили, что Семен и Александр в документах. Это один и тот же человек, который подписывался одинаково, но называл себя по-разному. Итак, Олег Николаевич, вот лично вы какой версии придерживаетесь? И как вы считаете, что станет причиной трагедии в сериале в новом? Ну, в сериале нам уже показали вчера, озвучили, то есть сход снега. Хотя, в принципе, в 1959 году, как показывает Сергей Николаевич Сагарин, наш современник, они это место внимательным образом смотрели с вовник Ильичем Новым, который в реальности ввел это дело, прокурор областной прокуратуры, прокурор-криминалист прокуратуры Свердловской области. Там ничего подобного не было. То есть состояние снега совершенно было другое. Тем более, если сошел снег, назовем это определенного рода лавиной, то где он тогда был, когда его нигде не было? То есть он убежал куда-то или что-то он исчез? То есть разные версии здесь идут в этом отношении, но несколько неубедительно. Я еще раз подчеркну, что первым делом, как только прилетел тогда еще безымянный перевал, Левтикич Иванов, он осмотрел это место с помощью Евгения Полипкарповича Масленникова, руководителя поисковых действий, очень опытного туриста и мастера спорта, и Сергея Николаевича Согрина, который прилетел именно с подачи Масленникова. Сергей Николаевич в наши дни делает очень серьезный систематический анализ. Он рассказывает все, как на самом деле было. То есть внимательным образом он осмотрел, в том числе Рудольф Седов, очень опытный турист, тоже наш современник. Который впоследствии занимался в том числе и научными работами по исследуемой теме, имеется в виду состояние снега, и вообще это опытнейший турист. А Согрин это и турист, и альпинист, мастер спорта. То есть это опытнейшие люди, и они не увидели той картины, почему она и не вошла, скажем так, в колею уголовного дела без номера, почему и не рассматривалась в 59-м году. Что касается моих архивных действий, я всегда в приоритет ставлю прежде всего архивный поиск. И когда я работал на монографии судмедэксперта в деле группы Дятлова, я поднял следующий факт. Это можно сравнить с уголовным делом без номера. Дело в том, что в упомянутом документальном источнике совершенно не имеются акты судебно-химической экспертизы. То есть расписка о получении внутренних органов лист 11-й доблюдательного производства имеется, причем подписала, как я выяснил, судебный химик Чищихина. И мне стало известно, что Деминово и Чищихина на розы Люксембург-37 в головном здании областного бюро провели судебно-химические исследования. Как только стали известны результаты судебно-химического анализа у упомянутых экспертов, пришли люди, как называли, в серых пальто, они изъяли не только акты, включая акты гистологического исследования, что проводил Георгий Владимирович Ганс, это по первой пятерке, но изъяли фрагменты внутренних органов, ребят, по первой пятерке, из холодильника. Поэтому о какой-то лавине, простите, я говорить не буду, тем более, если возьмем уголовное дело без номера, там же вот если сейчас перипетии с фильмом сделаем, там масса вопросов. Тот же самый Василий Иванович Темпалов, младший советник юстиции, прокурор города Евделя, его опрашивают в качестве свидетеля в здании областной прокуратуры 18 апреля 1959 года. После этого он должен был выбыть из числа лиц, сопричастных к следственным действиям. Таковы правила, действующие на тот момент УПК. Но 6 мая он делает протокол осмотра места происшествия, имеется в виду настил найденный. Причем ребята же были, он сам это написал, в 6 метрах от настила. Это тела последних погибших найденных, четверка самая травмирована. Когда говорят, что с моментом таяния снега они уходили все ниже и ниже, но тогда почему сидушки, 4 сидушки остались? Почему не было костра? Почему Свердловской научно-исследовательской криминалистической... Сейчас костер был в стороне от настила. Там вообще о нем ничего не сказано. Настил без костра, в том-то и дело. Это Югин всегда удивлялся. Дело в том, что здесь есть серьезный момент. Я не о каких-то гипотетических видениях, о посторонних. Я просто в целом хочу понять, почему в Свердловской научно-исследовательской криминалистической лаборатории, где как раз 3 апреля поручено было Геннаде Лисеевны Чуркиной делать палатку, почему не были сделаны следы срезов? Каким орудием это делалось? Потому что делалось якобы это ножом Кривонищенко, который появляется при закрытии дела, а топор-то был в палатке. Кто делал? Почему не сделано? Это априорная аксиома. Эти были люди, профессионалы. Почему не было сделано ни одной фотографии, по правилам судебной фотографии, именно на перевале следов? То есть это ни в какие мерки, как мне говорят эксперты, которые как раз работали с делами 50-х, 60-х, не идет. Почему, допустим, стоит печать центральной больницы и в Диелага при вскрытии первой четверки? Хотя бы... Олег Николаевич, смотрите, ну получается столько материалов изучили, наверняка у вас сформировалась своя версия. Я объясню, то есть я услышал здесь по поводу отравления, если изымаются фрагменты внутренних органов, это отравление. То есть действительно это, скажем так, как следы техногенной аварии, и не обязательно что-то должно было упасть здесь рядом. Мы пока не можем сказать техногенный объект. И это не обязательно Р-7. То есть и отравление как раз либо ракетным топливом, либо другие... Вот как раз я в письмах изыделя в новой своей книге очень подробно об этом объясняю, включая химические формулы, привожу, что и как они действительно. Кстати, если вспомнить эпизод, когда отец Игоря Дятлова, Алексей Дятлов, он спрашивал у партинных работников, скажите мне, нет, что все-таки могло быть. Ему один мужчина расчувствовался, то есть он отвел его в сторону, спросил, ты партийный? Он сказал, нет, тогда я тебе ничего не скажу, кроме того, что они жили не больше двух часов. Тем более, как потом это дело просто заминали. И вы смотрите, после допроса Бориса Алексеевича Возрожденного, это как раз представитель Лосного бюро, который производил вскрытие погибших туристов, оно было датировано 24 мая. Он как раз оговорит о подобии взрывной волны, имеется в виду, отвечая на вопрос прокурорка имени Стейванова, уведшего это дело. Его спрашивают, что могло вызвать травмы Тибобриньоля, Люду Дубинина-Золотарева, подобие воздушной взрывной волны. И он как раз приводит... Переломанные ребра, кровотопия из носа. переводит в пример движущийся автомобиль. Это имеется в виду, он гипотетически приводит силу, которая могла нанести нечеловеческие усилия, понимаете, в этом отношении, тем более без повреждения кожного покрова. Что касается отуствия глазных яблок, диафрагмы рта у Люды Дубининой, безусловно, это посмертные изменения, безусловно. Я тоже очень подробно рассматриваю этот вопрос со специалистами областного бюро. Здесь никаких других мнений быть не может. Но что касается именно техногенного фактора, это и показывает, что государство замяло это, потому что Иванов после допроса возрожденного... Прошло столько лет. Может быть, сегодня, сейчас можно как-то сделать так, чтобы справедливость все-таки восторжествовала, чтобы тайна все-таки была раскрыта. Да, благодарю вас. Я завершу, если позволите, эту мысль и перейду к другой. Именно после протокола допроса возрожденного Иванов не имел права закрывать это дело. Они закрыли 28 мая. Почему? Евгений Федорович Окешев, замначальника следственной части в 59-м году областной прокуратуры, уже в наши дни вспоминал в своих интервью, что просто их заставили это сделать. Под любым предлогом здесь и появилась эта стихийная сила. И, безусловно, если лиц, сопричастных к следственным действиям, отправляют на радиационные экспертизы, на радиацию, всех, кто принимал это участие, а возрожденный, по моим источникам, на которые работали с ним не один десяток лет, говорил, что у него ухудшение здоровья, со здоровьем началось после поездки в Ивдель, отказывали ноги. Это можно только здесь работать в направлении той версии, того направления, вернее, которое именно погасило государство. Это только техноген. Что касается сегодняшнего дня, мы создали межрегиональную общественную организацию «Общество о памяти группы Игоря Дятлова». Туда вошли родственники погибших ребят Татьяна Алексеевна Перминова, родная сестра Игоря Дятлова, Ирина Николаевна Рашевская, родная сестра Юры Дорошенко, а также участники поисковых действий Пётр Иванович Бартоломий, Сергей Николаевич Согрин, Вантин Герасимович Якименко и известный столичный адвокат Евгений Арсеньевич Черноусов. Мы давно уже работаем в этой команде и нам необходима официально зарегистрированная площадка. Наша инициатива общественная, над которой мы работаем более года, это новое уголовное дело, это новое расследование, полноценное расследование со стороны Следственного комитета Российской Федерации. Не прокурорская проверка, именно полноценные действия, потому что историко-архивные экспертизы, которые, допустим, проводит Следственный комитет сегодня по исследованию трагедии царской семьи, он показывает, что можно найти ещё немало документов. И мы уверены, что эти документы есть. Я уж не говорю про то, что дело оперативного сопровождения со стороны регионального управления КГБ СССР по Свердловской области, оно не открыто. Как и многие другие документы, они не открыты. Ну уж, конечно, бы нам хотелось узнать, зачем было изымать не только акты судебно-химической экспертизы, но и фрагменты погибших ребят, фрагменты внутренних органов. Олег Николаевич, смотрите, вот этот новый сериал всё-таки вызвал у многих интерес к самой истории, к самой трагедии. Здесь вот кратко хотелось бы от вас услышать совет, что людям, которые заинтересовались реальной историей, посмотреть, почитать. Благодарю вас. Конечно, рекомендую первоисточник, уже изданный, это уголовное дело без номера. По факту гибели средовских туристов в районе города Тартенов в 1959 году, хотя сразу скажу с оказией, здесь нужна, конечно, помощь специалиста. Желательно, особенно по судебно-медицинской части, по части криминалистики, по истории криминалистики. Издано немало документальных книг. То есть по судебно-медицинскому фактору, извините за нескромность, рекомендую свою монографию судмедэксперты в деле группы Дятлова, она до сих пор остается самой эксклюзивной. Хотя она издана в 2015 году. В сегодняшних письмах из Ибделя я тоже стараюсь ответить на ряд вопросов. Ну и я пожелал бы, особенно новичкам, не вдаваться в какие-то версионные споры, а прежде всего изучить документальную фактуру. Она очень интересна. И делать это параллельно с изучением истории криминалистики, истории прокуратуры СССР. Слушай, Олег Николаевич, спасибо вам за беседу. Спасибо вам за вашу работу. Все-таки гибель туристической группы Дятлова это на самом деле загадка века. Будет ли она когда-то разгадана? Ну, хочется в это верить. Мы все для этого сделаем. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо большое.